Админ Iron Maze выложил на ютубе нарезку своих PvP-сражений в Dark and Darker. Она послужила развитию в сообществе теории о скором выходе игры в ранний доступ. Данное видео Грей Исана публиковал на Reddit с заголовком When I got to actually play. Когда я на самом деле должен играть. Ролик длится 9 минут 5 секунд. Теория, развиваемая фанатами, состоит в том, что здесь спрятано скрытое послание сообществу. По заверению конспирологов ждать выхода игры стоит 9.05, то есть уже 9 мая. Помимо странной продолжительности видео, похожей на дату, в сообществе обратили внимание на названия используемых музыкальных треков. A Day to Remember – День, который нужно помнить. Следующая композиция – Bow Down – Поклонись. И, наконец, Альфа-Волк. К слову, после публикации видео Грей Исан прервал свое почти двухнедельное молчание в Дискорд. Верить или нет в эту теорию – решать вам. Для подтверждения или опровержения нужно подождать чуть меньше недели. Напомню, что в прошлом Грей Исан уже практиковал тайные послания и они действительно оправдались. То было связано с пятым плейтестом. Он также включал музыку в определенном порядке и многое другое. У меня есть видео в плейлисте новостей, можете ознакомиться. Однако, я не уверен, что Valve, то есть Steam, вот так запросто, не основываясь на судебном решении, вернет игру в Steam. А без Steam, как мы помним по прошлому и самому геморрному плейтесту, аудитория игры и, как следствие, продажи значительно упадут. Тем не менее, есть практика и такое уже делали не раз, что, например, игра начинает продаваться вне Steam, а затем, спустя какое-то время, попадает в Steam. Здесь главное, чтобы людям не пришлось создавать новые аккаунты и существующая статистика была перенесена. Хотя, если будут полные вайпы, то это не актуально. То есть, понятно, что вайпы будут, но, насколько мне известно, планировались некие косметические предметы, которые, возможно, сохранялись бы из вайпа в вайп и продавались бы за донаты, за реальные деньги. Но, в то же время, они точно не влияли бы на баланс, поскольку разработчики на 100% против системы Плати Побеждай. То есть, объясняя на примерах, это что-то типа доната в Доте, ты покупаешь косметику, которая ни на что не влияет, а просто как-то выделяет твои модельки, может быть, меняет ландшафт, в общем, чистая косметика. В комментах меня поправят, если я ошибаюсь, и в любом случае есть другие примеры, но, по-моему, такое было в War Thunder, когда игру добавили в Steam, что вы могли привязать свой аккаунт вне Steam и перенести оттуда весь прогресс на Steam. Впоследствии, вы бы играли только через Steam, соответственно. Просто возврат игры в Steam в ближайшее время, ну, это звучит как нечто очень оптимистичное и просто невероятно удачное какое-то стечение обстоятельств для Iron Maze. Поэтому, учитывая тот факт, что разработчики вернули пожертвованные 46 тысяч долларов, собранные за полчаса, возможно, сбор средств будет оформлен под ранний доступ и, возможно, какое-то время он будет вне Steam. Впрочем, от самого оптимистичного варианта глупо зарекаться. Все может быть, поживем, увидим. Что им мешает, в конце концов, выпустить игру за пределами Steam пока что, как временное решение, собирая таким образом средства, в том числе на суды и на разработку, но пока что без косметических предметов за реальные деньги. Либо их ведут позже, либо они просто, когда игру вернут в Steam, если, конечно, ее вернут, просто перенесут весь прогресс в Steam. Учитывая, что они собрали 46 тысяч долларов за полчаса взамен вообще ни на что, они также успешно соберут деньги и им хватит на все. Также, возможно, помимо косметики будет сохраняться какой-нибудь прогресс званий, типа какое место вы получили на том или ином плейтесте, что-нибудь такое, статистика, в общем. Конечно, у игры сейчас проблема совершенно иного порядка, ее попросту может не быть вообще ни в каком виде. Глупо отрицать полностью этот вариант, NXON все же многомиллиардная серьезная корпорация. И, тем не менее, почему бы не пофантазировать? За помощь в подготовке материалов для этого видео благодарю сайт darkanddarker.ru, ссылка в описании.